Приветствую вас, дорогие друзья! И сегодня у нас 11 июля и пятый выпуск эксперимента на балконе. В этом видео я хочу вам показать, на каком этапе я уже нахожусь со своими растениями и что мне нужно делать. Вот вначале у нас идут огурцы. Два огурца я уже высадила на балкон и я их привязала. Они у меня уже плетутся по веревочке. И я хочу вам показать и рассказать про вот этот огурчик, который я еще не высадила на балкон. Он у меня оцепляется своими усиками за опору, которая есть, но вот-вот уже немножечко осталось и он у меня поползет уже по той же веревочке, которую я уже сделала. Почему они будут плестись? На балконе сейчас два и вот это третий. Но так как вот этот огурчик я пересаживала, он немножко отстает в росте. Вот те у меня были огурчики, они у меня, как сказать, они уже в баночке были посажены. А то, что я вот этот пересадила огурчик, он немножко отстает в росте. Ну, собственно, так и должно быть. Теперь про помидоры. Вот у меня помидоры, пока я с ними ничего не делала, кроме как подвязала. Потому что они уже достаточно высокие и начинают они, как сказать, неустойчивые они. И поэтому вот у них опора. И я их подвязала очень так, это аккуратненько. А вот этот у меня еще без подвязочки стоит, просто опирается на опору. Ну, как станет побольше, я его тоже подвяжу. Вот смотрите, вот эти два помидора, я их не пересаживала. А вот третий я пересадила. Вот он у меня отстает тоже в росте. И у него стебелек не такой толстый, потому что ему нужно время укорениться. И эти растут, а этому еще надо все силы пустить на укоренение. Поэтому вот он отстает в росте. Но пока с помидорочками я ничего не делаю. Единственное, что я рыхлю землю, поливаю, поливаю, рыхлю землю и мульчирую вот своим вот этим сеном из ванчая. И теперь мы перешли на балкон. И я показываю свои огурцы, которые я уже подвязала. И вот они у меня на опоре. Я привязала бечевочку. И вот сейчас по этой бечевке они будут ползти по всему балкону. Должны ползти по всему балкону. Я надеюсь, что так и будет. А вот третий огурчик, который у меня, он немножко пониже опоры. Можно его оставить так же, но лучше я его сейчас покажу, как я привязываю, не травмируя огурчик. И еще такой момент. Так как у меня баночки, а поддонов не хватает, я обула их в полиэтиленовые пакетики. Чтобы вода, она не мешала. А можно вообще-то и поставить даже сюда. Подвинься, милый. Мы сейчас тебе еще друг твоего привяжем. Вот, смотрите, я подвязываю. Можно, конечно, было пониже привязать. Но вот здесь вот усики. Он цеплялся за опору. А здесь уже усиков нет. Бечевочка, конечно, она у меня длинная, но я ее сейчас обрежу. И прекрасно огурчик мой будет уже плестись по этой опоре. Так. И я его чуточку заворачиваю. Вот так вот можно. Вот так можно показать его. Вот так я завернула. И по часовой стрелке я его буду заворачивать. И он у меня начнет плестись. Это мне нужно просто обрезать. Вот это мои огурчики подружшие. Вот видите разницу огурцов тех, которые я не пересаживала. И которые я пересадила. Отставание в росте. И уже будем ждать, наверное, в следующий раз, когда буду показывать видео. То, наверное, у нас какие-то изменения будут. Возможно, начнут уже и даже цвести. Стебель будет утолщаться по мере роста. Я надеюсь. И в следующий раз я займусь еще, помимо всего, кроме полива и всего прочего, кроме мульчирования, рыхления и полива, еще нужно будет чуточку удобрить эти растения, чтобы они у меня нормально развивались. Ну, а сегодня, в общем-то, про балконный эксперимент. Все. Помидоры у меня, как стояли в комнате, так и стоят. Я их попозже вынесу. А это уже у меня конкретно на балконе. Вам всем всего доброго. Подписывайтесь на мой канал. Я вас очень люблю. Ставьте лайки. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok